Рост британской экономики оказался чуть выше первоначальной оценки за третий паркул, а дефицит торгового баланса сократился до минимального уровня с 2012 года, показали данные в пятницу. Положительная динамика экономических показателей поддержала фонд после падения в четверг до уровня 1.30, так как банк Англии на заседании в четверг усомнился в перспективах роста, несмотря на оказавшееся снижение неопределенности, связанное с выходом страны из ЕС. ВВП страны вырос в 0,4% в третьем квартале, выше предварительной оценки в 0,3%, вклад в сферу услуг и строительного сектора были пересмотрены в сторону большего роста. Активность в экономике Британии значительно замедлилась после референдума в 2016 году, что дополнительно углубило последующее торговое противостояние между Китаем и США, и замедление экономики в Европе, особенно в производственном секторе. За год, оканчивающийся в сентябре, экономика выросла всего на 1,1%, вопреки прогнозу экономистов Рейтера, в 1,3%. Офис национальной статистики сообщил, что ускорение экспорта снизило дефицит платежного торгового баланса с 24,15 млрд фунтов во втором квартале до 15,8 млрд фунтов в третьем квартале 2019 года, что соответствовало ожиданиям рынка в процентном выражении торгового дефицита снизилось до 2,8%, что стало самым низким уровнем с 2012 года. Волна внимания, затем последующее резкое остывание интереса к фунту после победы консерваторов на выборах соответствует заявлению Банка Англии, что пока рано говорить о том, что риски, связанные с Брэдсит, решительно отступили. Причина так называемого cliff edge сценария вывода страны из блока, который предложил Джонсон после победы на выборах, это подразумевает жесткий, чуть ли не ультимативный вариант переговоров, при котором сохраняется риск установления торговых отношений между Великобританией и ЕС по общим правилам ВТО. По сути, это и есть тот жесткий вариант Брэксит, риски которого лихорадили пункт до всеобщих выборов в декабре. Поэтому понятность сейчас становится, откуда взялось резкое снижение и почему все-таки негативные ожидания нивелировали весь положительный эффект от выборов. Потому что, по сути, сейчас ничего не изменилось в плане неопределенности выхода из ЕС. Такие ожидания, естественно, могут сопровождаться падением интереса иностранных инвесторов к британским активам, что будет, естественно, дополнительно оказывать влияние на давление на британский фронт, а также создать трудности для британских фирм в доступе к финансированию. Банк Англии на вчерашнем написании заявил, что поступающих сигналов как с экономического, так и с политического фронта недостаточно сейчас, чтобы говорить о снижении неопределенности, связанной с брекцией. Это окончательно перечеркнуло весь оптимизм, связанный с выбором на заложенный фунт до и после. И, по сути, обрекает сейчас фунт на такую медвежью торговлю до появления какой-либо ясности, что же задумал Джонсон. На сегодня все. Спасибо за ваше внимание. Вы увидите сами в понедельник.